Проезжая в те города, где раньше жили евреи, очень часто вспоминают наши друзья о том, что здесь была синагога, там жили евреи. Память о них не стерлась и мы вспоминаем о том, что произошло буквально недавно, несколько поколений. Еще есть те, кто выжили и прожили геноцид, те, кто прошли Освенцум, те, кто прошли концлагеря, выжили и могут оставить нам историю. В Польше этой истории достаточно. Мы вспоминаем о тех, кто не дожил для того, чтобы передать своим детям, чтобы такого не происходило. Конечно, люди могут сказать, так что вспоминать, уже так прошло, давайте будем жить дальше. Действительно, давайте жить дальше. Будем жить, чтобы помнить, потому что без истории нет будущего. Без истории вообще нет и настоящего, потому что то, что было вчера, это не осталось в веках, оно осталось в памяти. Так как и Писание, которое было написано тысячи лет, оно осталось для нас опытом, этот образ, это наставление. Я верю, что нам необходимо помнить, что мы переживали, что наши родители переживали. Дети будут переживать. Мы хотим оставить в памяти то, что не должно происходить ни с одним народом. Друзья, я не говорю о еврейском народе, я говорю о любых народах, потому что то, что мы пережили, особенно здесь, в Польше, где 3 миллиона людей погибло из-за безумия одного человека. Хотя эта страна, процветающая страна, переживала очень много приятных в своей истории моментов. Думаю, что ненависть к еврейскому народу не только связана с тем, что это народ, которому был дан Мессия. Я думаю, что ненависть не только тянется от того, что как будто они распределяют нашего Господа, Спасителя всего мира, а ненависть тянется от того, что они призваны Богом народ, избраны для того, чтобы увещевать или увещевать народы и возвещать Божью милость и благость. Поэтому, друзья, давайте будем помнить, что этот праздник или память, вернее, которая совпадает еще с праздником установления свободного Израиля, конечно же, должно быть очень важным для нас. Поэтому, прошу вас, будьте в молитве, помните, что Бог избрал его народ для того, чтобы он был светом в этом мире. Благословенно имя Его! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова